очень важный момент когда уже хотя бы польза такая наверное от меня тоже так мы женой поняли что сделали ошибку заглубил саженец но видимо поняли после моих лекций теперь делаем работу над ошибкой есть вопрос как поступать с этим саженцем на фото откапывать его еще а вы еще этого не поняли чтобы найти корни шейку корни сейчас идут как я понимаю спривая правильно и это плохо прошу прощения а а а а а а а а и а а а а а а г а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут дело в том, что я тоже учусь на ходу, например, если бы это было яблоня, тут без всяких сомнений. Что было бы? Объясняю. Мне однажды, когда я... А я не могу без таких отступлений. Мне однажды взяли и подарили, когда у меня был бояж по Уралу, меня вытаскивали дважды с поезда и говорили, мы вас не отпустим, пока у нас не заночуете, вы для нас авторитет и так далее. И когда я от такого крутого садовода выезжал, ну что такое крутое, 30 тысяч саженцев, это круто действительно. Он мне подарил саженец, яблони, литровые, ну этот же из-под пива или из-под газировки, ну такой вот литровый. Вот такой ростик, и всё, я его привез, так, а потом не знал, что с ним делать. Ну по моим понятиям, он не желез, а он таким придает с тысячами, вот. Это совсем другой мир, ну другой стране, человек хороший. И вот этот хороший человек мне вручил такой саженец, и я взял, разрезал этот самый полиэтиленовый, здоровый, как я, вот, эта бутылка пластмассовая без этого, без горла. И он у меня в ком рассыпался, и что я вижу? Я вижу, что он был закопан, не только по прививке, но даже выше прививки, вот настолько глубже. Самое интересное чувство, что он был живой, и покрыт корнями, и выше прививки, и ниже. Но тут, пока я его держал в руках, у меня низ отвалился, и я взял, а мне интересно же, ведь получается, что это же было два разных дерева, привой уже оброс корнями, вот так же, видите, как тут. А подвой просто сгнил напрочь, на сто процентов, он до этого был с корнями. А так как это просто часть дерева, да ещё вот столько было, вот столько было по двое, со штампа вот такой, а штампа не рассчитывается под землей, даже у яблони. Пришло время, он полностью сгнил. И вот сейчас вы уже поняли, о чём речь пойдёт. Допустим, это, если вы, это точно черешня, вы откопали на 8 сантиметров, вот они фотографии. Сейчас получается так, для меня, во-первых, уже удивительно то, что это черешня. Я теперь буду знать, что черешня по своим качествам, а я этого не знал никогда, а я учусь, вот мой учитель, вот этот светлый, хорошее, хорошее прозвище, как оно там, светлый, спасибо. Вот, что по идее-то, когда её на 8 сантиметров закопали, видимо, вот до седого, да, а это черешня, я бы почти наверняка был бы убеждён, что она просто должна сгнить. А она не сгнила, она обросла корешками. Теперь я, во-первых, знаю, что у неё оказывается именно у черешни, а я с ним мало дела имею, я плеваю на вишню, а вишню эти сырость по барабану. Поэтому у меня просто нет такого опыта. Теперь, благодаря господину Светлому, вот, я знаю, что черешня не сгнивает, а даёт дополнительные корни. Я, вспомните, делил, вишня, слива, яблони, дают дополнительные корни. Они не так боятся сырости. А вот груша и абрикос пропадают, сгнивают в первую очередь. То есть это чётко я разделил. Для сырых мест и для сухих мест. Куда было отнести черешни? Ну, я с ней плохо знаком, теперь знаю. К тем, к яблони, к сливе, к вишне. Ну, и, наконец, отвечаю на ваш вопрос. Как вы пишете, что дальше откапывать? Нет, закопать как было. То, что ниже, вот если это прививка, да, вот это, допустим, место. А ниже, если даже сейчас ещё жива, так. Ну, я не знаю, чей, это, естественно, что мы с Сергеем не торгуем. А черешними саженцами не привитыми, не привитыми, никакими. Этот саженец откуда-то. Я очень, я всегда очень осторожен. Я говорю, всё, что, все выводы, что я сделал, в какой группе отнёс, это касается, если это правда черешня. Я пока не вижу, что это черешня. Я специально вот эти фирмы, эти самые, разместил рядом. Видите? Слива, которую называют абрикосами. Вот. Если это и правда черешня, то все мои выводы относятся именно к ней. А если это вишня? Нет, если это слива, если это вишня, что может быть? Вот такое возможно. Итак, неважно, в данном случае это сильно глубоко я залез, в влаженную поверхность. Если это или слива, или вишня, или даже если это черешня. Вот. Судьба вот того, что ниже прививки, обречена. Она, так как это не корневая, привыкшая жить под землёй и привыкшая к сырости, вот эта часть, это всё-таки штамп подвоя. Он сгниёт 100%. Как бы я ни хвалил, что она выдерживает влагу. Вот. И что делать? Закопать. Так как раскопали, закопать. Нижняя часть сгниёт. Этими корнями будет питаться. Вот они. Видите? Ещё 2-х, так вот. Вот этими корнями будет питаться. Вот. А дальше что будет, то будет. Подвой морозостойкого не будет, он сгниёт. Если расчёт был на морозостойке, подвой. Черешня, может, от него напиталась генами. Вот. Генами морозостойкости. Вот и всё, что я хотел сказать. Опять не получилось в двух словах. А попробуй сказать в двух словах, если я сам это гадаю вместе с вами. Вот эту фотографию из старого, как её назвать-то, из архива, который предназначен, чтобы делать и делать книги, фильмы, никому, кстати, не нужно. Я имею в виду науки, школы, институты. Только узкий круг любознательных. Видите вот эту ранку? У меня случилось следующее. Один год я уже сил не было. Я поручил протяпать питомник. Протяпали. А женщина привыкла, как к картошке. И давай удобно. Кстати, это очень удобно. Очень трудно тяпать. Они же близко вот так, между собой. Питомники, так? Вот такого расстояния. И попробуй тут размахтись. Ну, давай нагребать на штамп. Тут нагребала. Короче, она куча варишься в питомник. Потом пришлось тянуть обратно. Но было поздно. Было поздно. Видите? Уже на следующем надо было продавать саженец. Стоило его откопать. Все, он уже начал гнить. Потому что вот эта часть оказалась под землей. Это пусть он и абрикос не такой капризный. Вот, но... Тем не менее... Тем не менее... Тем не менее, этого хватило, чтобы искалечить саженец всего лишь одно лето. И осень и зиму побыл под снегом. Под уровень почвы. Я тогда взял, нашел еще одну подходящую фотографию. Вот такую вот. Я показывал... Для чего показывал? По другому поводу. Что я приспособился, когда не было горшком, перевозить... То есть, садить в коробке. Люди коробки увозили за 100 до 1000 километров. И садили. Это получилось неудачно. Хоть пятая, скорее всего, она получилась неудачная. Корни обрушились. Пришлось полностью наполнять коробкой, чтобы довезли. И прям в коробку садили. Ну, не сушить же корни. А мне эта фотография для чего пригодилась? Итак, вот это просто получилось наглядное пособие для нашего случая заблубления корневой шейки. Итак, это должно быть под землей. Для того и пятнышка сделана. Да выкопки она была на уровне земли. Сейчас я не буду говорить, что... Да, уточнять. Да, сеянцы имеют корневую шейку. Корневые отводки вроде не имеют ярко выраженную. Но почему-то они сгнивают. А это корневой отводок. И вот он когда умудрился выкопаться, то есть я выкопал, предварительно сделал пятышко, оно смотрит на юг, оно показывает, где до выкопки была условная корневая шейка. А теперь мы сами себе, что мы закапываем вот так. И он обеспечит долгую жизнь. И, к сожалению, советчиков этих... Чуть не обозвался. Этих идей добрых людей очень много. Они именно от своего добра учат. Закапывайте по прививку. Им кажется, яблоня есть яблоня. И действительно даст корни. Такие наблюдения есть. Но по прививку. И наконец появилась мода. Закапывайте выше прививки. И тогда отсюда появляются корни. А вот эта часть полностью сгнивает. Вот это здесь просто нагляднее видно.